Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все равно, видишь, хватается Села на попу Вот так и надо Села на попу, перебралась Это видео Вячеслав снял всего за несколько дней до момента, так сильно изменившего жизнь семьи Лиза уже делала свои первые шаги Произносила много звуков Любила играть с мячом Ночью она почувствовала себя плохо Под утро у нее началась рвота Мы вызвали скорую И приехали врачи И сказали, что у ребенка кишечная инфекция Отправили нас в больницу В больнице Лизе не были сделаны Никакие анализы А сразу же были назначены капельницы С раствором солевым, с глюкозой То есть, чтобы предотвратить обезвоживание Спустя 4 часа состояние ребенка стало критическим Лиза попала в реанимацию И только там выяснилось, что причиной всему стала совсем не кишечная инфекция Ее отправили в реанимацию Меня не пустили, меня отправили домой И потом уже на следующий день только нам сообщили, что у ребенка сахарный диабет и он в коме Капали ей капельницу с глюкозой При том, что у нее сахар, видимо, уже был очень высокий И организм просто не справлялся Вот, и уже в реанимации врачи смогли поставить ей диагноз Сахарный диабет, инсулинозависимый И ребенок 17 дней провел в коме на искусственной вентиляции легких Это время мы просто не могли найти себе места Мы, я не знаю, что с нами творилось Мы не знали, вообще выживет ли она Слава Богу, врачам все же удалось сохранить малышке жизнь Но за время кома мозг ребенка сильно пострадал Лиза перестала двигаться, не реагировала на окружающих Питалась только через зонт Количество сахара в крови ребенка регулировала специальная помпа Она не следила за предметом Она не реагировала на нас, не на голоса То есть ей было без разницы, находится ли кто-то с ней или нет Мы не видели от нее никакой реакции А вам что говорили врачи? Вы становитесь? Врачи говорили, что мозг ребенка очень пластичный И что возможности реабилитационные очень велики И что дети намного, как сказать У них намного больше шансов на восстановление, чем, например, у взрослых Чернышевы надеялись, что Лиза быстро вернется к прежнему состоянию Но почти сразу у девочки начались эпилептические приступы Все возможное лечение сразу отменили Нам делали видеомониторинг И у нее зарегистрировали активность мозга Поэтому нам не разрешали проводить никакие процедуры И все, что мы могли, это только подбирать препараты Чтобы оккупировать эту активность С потерей сознания таких не было Приступов сильных, то есть таких страшных Но у нее они, их много После сна, после того, как она проснется У нее они идут сериями Один-один за другим повторяются В виде мышечного напряжения Очень сильного иногда бывает У нее прямо сводят руки и ноги Так вытягивает Она даже иногда может расплакаться из-за этого Вот как ей больно и неприятно это Лизу консультировали больше 10 специалистов по эпилепсии В самых разных городах России Уменьшить количество приступов им не удавалось После этого Чернышевы обратились за помощью в зарубежную клинику В Германию Там пообещали помочь В сборе средств на поездку принимали участие и зрители телеканала «Союз» После эфира было много откликов, было много звонков от людей Было много советов также по нашей проблеме И нам очень помогли люди Мы очень благодарны всем, кто помог нам Даже и советом, и добрым словом, и пожеланиями Лизе Чтобы она скорее выздоровела, поправилась и все у нее было хорошо Сумма к сбору составляла больше двух миллионов рублей Благодаря молитвам и помощи тысяч людей со всей России За полгода удалось собрать всю необходимую сумму Летом прошлого года такая долгожданная поездка состоялась Поездка дала очень хорошие результаты У Лизы наконец-то практически исчезли серийные приступы Которыми врачи в России не могли справиться в течение трех лет И ребенок очень сильно от них страдал А теперь ей стало намного легче И она больше может концентрироваться на повседневной жизни То есть она стала более эмоциональна, более открыта к нам Она может обращать внимание на игрушки, на звуки, на музыкальные какие-то игрушки Ей очень нравятся колокольчики, с которыми мы играем Музыкальная пианино детская Она даже пытается сама пальчиками нажимать на клавиши Перед возвращением домой Лизе выдали программу ежедневных занятий С их помощью удалось вертикализировать ребенка Благодаря аппаратам и с маминой помощью девочка вновь учится ходить Мы с ней ходим дома по коридору Шагаем, я ей помогаю И ей это, кстати, очень нравится Даже сама пытается правой ножкой переступать А левой я ей больше помогаю У тебя очень большой достижение? Конечно, у ребенка, который три года лежал И не умел сам только переворачиваться на живот Больше ничего не умел делать Это огромное достижение, я считаю После того, как удалось практически полностью справиться с эпилептическими приступами Развитие Лизы заметно ускорилось Клетки мозга уже не страдают от постоянных судорог К тому же, сейчас с девочкой наконец можно начинать реабилитацию А значит, у нее есть возможность вновь освоить все то, что она уже умела до комы Уже в апреле Лизу ждут на курс реабилитации в Чехии Вопреки ожиданиям, лечение там стоит намного дешевле российского Даже с учетом стоимости билетов В Екатеринбурге в платных реабилитационных центрах Цены наравне или даже, может быть, выше, чем в Чехии Мне понравилась программа, которая предлагается для лечения детей Она направлена как на проблемы с нервной системой Опорно-двигательным аппаратом, так и дыхательной системой Поскольку Лиза очень часто болеет бронхитами, это для нас тоже актуально Но, конечно, самое главное, это пытаться восстанавливать двигательные навыки Учить ее ползать, учить ее приподниматься лежа на животе Учить ее сидеть самостоятельно, без опоры уже Поскольку у Лизы все еще сохраняются эпилептические судороги Дорога на бесплатную реабилитацию в России ей закрыта В том центре, куда поедет девочка, эпилепсии не боятся И подбирают программу занятий именно с учетом этого заболевания Программа рассчитана также и на расслабление мышц У нас же спастика у ребенка Там будут термальные ванны, бассейны, массаж расслабляющий, ингаляции Ну, соответственно, и логопед, и эрготерапия будет Это занятия, направленные на развитие моторики На развитие органов чувств ребенка и в игровой форме Стоимость достаточно невысокая Вместе с перелетом, проживанием и самим курсом реабилитации Это будет стоить 2400 евро В пересчете на рубли это чуть больше 150 тысяч Это как в России курс? Да, конечно же, за эти деньги можно в России пройти так же Курс реабилитации, но качество намного ниже Потому что в Чехии очень хорошие специалисты именно по войтотерапии Самое основное занятие это войтотерапия Это методика, которая работает с точками для развития навыков двигательных Именно на уровне рефлексов И дети пытаются научиться ползать, подниматься, вставать, ходить, сидеть В семье Чернышовых работает только папа Елена постоянно находится рядом с Лизой Занимается дома и возит девочку на различные занятия в Екатеринбурге Выйти на работу в ближайшее время она, конечно, не сможет А ехать нужно Столько сил было потрачено на борьбу с эпилепсией И сейчас, когда лечение наконец разрешили, этот шанс упускать нельзя Лиза вновь может научиться и сидеть, и стоять Может освоить все то, что умела Дакомы Давайте сегодня вновь помолимся за Лизу Поддержим ее и родителей в такой важный момент И даст Бог, уже совсем скоро Лизонька порадует нас своими новыми победами Лизонька порадует нас своими новыми победами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok